здравствуйте сегодняшним гостем нашего канала мы записали интервью буквально за пять часов до начала войны это было в ночь на 27 сентября 2020 года в эфир мы тогда не вышли да и вряд ли эта запись теперь выйдет вообще в эфир так как много из того нашего разговора теперь уже не актуально но кое о чем из прошлого мы сегодня обсудим и добавим что-то новое и так у нас в гостях первый арцахский блогер арутюн акопя здравствуй арутюн здравствуй не будет секретом если я скажу что благодаря тебе в арцахе побывали за эти годы многие известные российские travel блогеры а еще тысячи смотрели вашими глазами твоими глазами и глазами тех самых ребят которые бывали в арцахе на красоты да на красоты этого древнего армянского края что теперь каковы планы на ближайшее будущее вот давай начнем с этого раскроем нашу программу сегодняшнюю планы у меня скажу честно масштабные я хочу сделать бушкраф фест вблизи города степанокерт то есть это огромный большой лагерь где будут необычные сказочные домики которые смогут не только местные жители но и гости туристы не знаю навряд ли ближайшие годы это планируется вот и не акцентирую на них внимание просто чтобы это было интересно местным жителям это было такое место отдыха так как у нас сейчас нет уже села тох оно временно оккупировано нет винного фестиваля и некоторых других фестивалей на которых люди могли отдыхать то бушкраф фест это будет именно лагерь где люди смогут прийти отдыхать может быть ты даже слышал про бёрнинг-мен в пустыне невада то же самое я хочу сделать только в своем формате в формате постройки необычных домов это очень популярная тема сейчас но ты этим бушкрафтом занимался по всему арцаху насколько я знаю да я строил в лесах арцаха то есть они действительно очень сказочные в них хочется окунуться в них аскеранский район в основном аскеранский район один домик остался на территории врагам это где это близ зангелана в данном случае таков сакан турки называют это зангелан вот то есть у меня данный момент ближайший год полтора это сделать необычный лагерь делать его более лучше и сделать бушкрафест ежегодный фестиваль хотел я делать съезд блогеров огромное количество естественных блогеров привлекать ежегодно на этот фестиваль но сейчас ввиду того что это уже невозможно и в целом не актуально я просто сделаю необычную телевизионную программу которая будет выходить так или иначе на телевидении в том числе и на ю тубе она будет набирать сотни тысяч и миллионы просмотров следствие хотел бы снимать другие телевизионные программы я тебя перебью вот ты сказал что сейчас это будет невозможно сделать я думаю как раз таки сейчас можно будет блогеров собрать только так только в том случае если они действительно блогеры а не какие-нибудь ротозеи учитывая что в нагорно-карабахскую республику принципе всегда было много туристов они приезжали туда и блогеры приезжали то теперь тем более им будет интересно приехать именно вот на армянскую зону вот я тебе могу сказать и как журналист и как блогер что вот в данный момент было бы намного интереснее приехать значит тем же блогером и посмотреть а все на местах причем они увидят не только осталось вообще после войны этой всей пару дней назад приехали к нам ребята мы их провезли через таможню два журналиста еще один блогер известный такой влад мага тоже вот нашли место где оставаться но он такой знаешь человек сразу марта кер поехал сразу марту не поехал еще на попутках да но все таки я думаю нужно было создавать внутренних блогеров то есть тех людей которые могли бы это была серьезная проблема в том числе и арцах табы и министерство туризма арцаха то есть это их была проблема нужно было создавать внутренних блогеров это новый уровень эти блогеры могут такое количество вот у меня один youtube канал арудинокопян из арцаха там больше просмотров там по моему 23 миллиона просмотров общее количество больше просмотров чем за 10 или за 9 лет у арцах тв и это за четыре года это я один канал пил а там целая профессиональная команда телевизион транслируют только на арцах а у тебя все таки более вот в этом то и суть что нужно делать те программы которую хочется смотреть во всем мире такие программы они остросюжетные это связано с берем гриллсом выживанием всем остальным а в арцахе такой контент нужно снимать он прямо говорит у нас есть такие герои понимаешь они везде находятся в арцахе с которыми можно интересные программы снимать и будут смотреть миллионы людей не хочется на армянском переведите как как это делают во многих странах на русский английский испанский те языки которые смотрят не один миллион человека реально сотни миллионов такие программы у нас так и говорила ребята снимайте пожалуйста эти программы они не снимались а именно допустим охотники за сокровищами коды пещерный человек дикая кухня следопыт выжить лесу мастера выживания один дикой природе в диких условиях у нас все эти люди все эти герои живут в наших селах так и говорила ребята снимайте пожалуйста выжить мне напомнил сейчас блок программ советских времен значит в мире животных очевидное невероятное а что там еще было но вот из этой всей серии у тебя что-то намечается что-то похожее и если все-таки наметишь на телевидении не забудь меня пригласить синкевичем поработать там но смотри опять же это другой уровень это другой уровень сейчас на ютубе это смотрится и да и будет смотреться потому что такой контент он востребован и нужно было использовать это и нужно сейчас использовать это то есть самое главное это просто развитие это и хочется сказать что арцах тв должен сейчас не находиться на одном том же месте а сейчас действительно сделать скачок можно снимать десятки программ то есть мы можем снимать про ганзасар еще 50 сюжетов давайте снимем еще 50 сюжетов что еще местный житель должен узнать о ганзасаре может хватит уже может быть сделать какую-то необычную программу снять где-то возле ганзасара человек выживает в лесу там поймал белку как бы это дико не звучало поймал черепаху черепаши суп там то 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 и в тот же момент проходя через ганзасар это уже по-другому выглядит он проходя через ганзасар немного рассказал про ганзасар и все дальше бежит уже говорит все ночь я сейчас буду выживать смогу ли я остаться не знаю то есть нужно другой уровень сделать я сейчас просто вот приведу просто обычную статистику я тут нашел информацию после сша турция является вторым крупнейшим в мире экспортером телевизионных сериалов какие телевизионные сериалы даже многие местные тут смотрят это не секрет и речь не только о девушках и женщинах в армении а в том числе и мужчинах как бы это странно не звучало согласно данным которые приводит турецкая газета ени шафак только в прошлом году турция экспортировала сериалов на сумму свыше 300 миллионов более чем 100 странах и эта цифра постоянно увеличивается то есть от той же стране марокко вы большая часть зрителей в том числе я узнали через сериал клон то есть через да ну так и есть через сериал самое интересное сериал бразильский с бразильскими актерами с бразильским продюсером но зрители узнали не о бразилии а марокко да именно так именно так бразильская конечно что-то было но как-то именно персонажи да как-то получилось у них продвинуть больше марокко поэтому нужно остановиться не на старом уровне не снимать те программы которые не хочется даже место смотреть а реально попробовать выбиться вперед дать возможность молодым ребятам тоже выбиться вперед их во всем мире смотрели youtube это позволяет нужно просто взять камеру арцах тв сказать ребята вот в этом селе находится вот такой-то человек давай честно скажем у нас путешествующих именно армянских блогеров практически нет вот ты показывал арцах насколько я знаю да ты больше был известен такой арцахские блогеры показываешь и рассказываешь об арцахе красоты арцаха все эти годы ты этим занимался есть такой и шхан саокеан который занимается армении побольше да твоей зоны тоже молодец делает хорошие вещи ну и я который как бы берет чисто армянские диаспоры уже земной шар такой да но я покрупнее мне можно земной шар брать вот то есть принципе трое больше я-то и никого и не знаю особо поэтому я считаю что чтобы привлекать на других блогеров особенно трейвл блогеров да этим должны заниматься конкретно мы потому что мы в конце концов этим занимаемся из скажем так армянского нутра нет нет я имею ввиду другое у нас есть нам допустим в том же селе бадара охотник армен с этим очень интересную программу допустим следопыт или выжить лесу мастер выживания один в дикой природе то есть как угодно можно назвать сюжеты можно по-разному сделать и это будет очень интересно смотреться потому что человека реально с опытом он его просто в лесу оставить он выживет он прошел несколько войн человек может такое показать это будет действительно смотреться но он он делает это повседневной жизни это будет больше смотреться если его будут снимать какая-нибудь там следящая скрытая камера которую он может знать не страшно но чтобы он это делал сам ему для этого нужен опыт не это имею ввиду вот как раз таки я за ним просто так состыковал арцах тб у арцах тб есть ресурс камеры это опасно оружие на самом деле его может быть там недооценивать на действительно опасного оружия потому что эта камера но камера это оружие 21 века так или иначе с камер можно начать и войну даже если грамотно использовать ее поэтому у них есть такой серьезный ресурс как телевизионные камеры а у нас есть в арцахе такие ресурсы как люди которые которые могут сниматься в этих в этих в этих программах они готовы сниматься но нужно чтобы эта камера и люди в из арцах тб пришли к ним и предложили им эти это интересное предложение все у нас есть эти люди их очень много они делают это повседневной жизни они повседневной жизни могут змею ловить они повседневной жизни могут там шакала попробовать ну то есть таких таких сюжетов и вот даже я в лесу можно конгрессировать из но это что я не могу не могу делать нас тысячи ребят уверен могут тоже само делать что я делаю такие необычные домики я же тоже когда-то не умел об этом миках какова судьба твоих строений сейчас что осталось на сколько по количеству их осталось на армянской зоне и сколько на азербайджанской зоне но ты на азербайджанской вроде сказал одно только на армянской стороне осталось 10 домиков на На азербайджанской стороне остался один полноценный домик. И такое небольшое строение, я его за домик не воспринимаю. Поэтому на вражеской стороне один домик остался. Арутюн, скажи, вот ты всю войну находился в Арцахе, да? В разное время, в разный снимал военную видеофронику. Ну, практически все 44 дня ты был там. Ну, не всегда. То есть, приходилось приезжать за тепловизорами. То есть, ты мотался, ездил? Да, я мотался. В Армении Арцаха находился. Но, тем не менее, ты был очевидцем того, как мы с тобой на связи были. Как Джабраил, Гадрут, Физули постоянно переходили из рук в руки. И бойцам самообороны Арцаха иной раз удавалось отбивать эти города. И снова иной раз их занимали враги, в смысле, турки. Ну, азербайджанцы-турки для нас, понимаешь, да? Да, азербайджанцы-турки, я знаю, абсолютно. Да. То есть, и давали вот приказы наши им временно отступать. Даже после того, как уже наши отбивали. Да, тот же Джабраил, те же Физули. И, как ты видишь, это вот отступление пошло как-то нам боком. Вот как, по-твоему, власти сдавали сами армянские позиции? Или же врагу удалось какое-то время взять и удержать эти города уже до конца? Давай честно. Ну, в джабраильском направлении, опять же, я не военный, но исходя из того, что на юге я снимал военную видеохронику, у меня ее достаточно, просто пока не публикую. А, вот так вот. Еще идет. А, вот. А, вот. А, вот. А, вот. Закончился, да, Русь? Да. Начали. Вот она война, во всей своей красе. Это именно в направлении Хурадиза, то они там, как я понимаю, действительно прорвали оборону. Просто дальше не было, как я понимаю, минных полей и всего остального. Там просто пшеница была. То есть там были поля для пшеницы. Вот поэтому танки и все остальное проехало по полям пшеница, а не по минным полям. Там условия для минных полей, может, ну, безумные. Вот, поэтому они там прорвали. А дальше я не военный эксперт, я не готов, честно сказать, судить, потому что я думаю, я ошибусь так или иначе. Скажу честно, как есть. Я просто ошибусь. Не военный эксперт. Просто мы с тобой были на связи, когда поступала информация из Азербайджана. Если ты помнишь, я спрашивал у тебя. И ты... Я тебе, честно, откровенно говорил, как есть. Просто просил, чтобы публично это не публиковалось. Потому что верил, что это изменится. То, что потеряли, способно вернуть. Как-то так. Хорошо. Ну, честно говоря, ты и сейчас занимаешься, как бы находишься на тех же позициях, по сути. Давай мы расскажем, чем ты сейчас занимаешься. Потому что ты, как и в эти дни войны, и сейчас тоже находишься между Арменией и Арцахом. И вот мотаешься из одного угла в другой угол. Давай расскажем основную твою деятельность на данный момент. На данный момент с нашими друзьями, с разными организациями, с моими русскими зрителями, жителями Еревана. То есть собираем мебель, покупаем провизию для наших ребят, которые стоят на постах. В направлении беженцев тоже работаем, но я об этом публично не хочу говорить. А так, снабжением занимаемся очень активно. Закрытые чаты есть. В закрытых чатах, кто участвует, все видят видеоотчеты, кому что доставляем. То есть в этом направлении очень активно работаем. Сейчас уже вторая у нас машина появилась. Второй Ford, в котором в одном Ford мы будем везти. Наш водитель Саша, безумно крутой человек. Он выполняет большой объем работы. Опять же, без зарплаты. То есть таких людей, которых действительно делают достойно свою работу, у нас очень много. Поэтому у нас две машины. Одна машина сейчас будет идти в направлении мебель, привозить для беженцев. Это диваны. А что это за мебель? Это обычные жители Еревана, которым, кстати, пока имеется возможность, тоже обратился бы, возможно, есть среди зрителей жителей Еревана, у которых тоже имеется кровать, кресло, телевизор, обогреватели, постельное белье, возможно, холодильник. То есть это то, что вам не нужно, что вот где вы спите, вот возьмите и отдайте для тех людей, которые остались без зарплаты. Я думаю, в каждом доме, в каждой квартире можно найти столько, на самом деле, лишней мебели, что можно и подарить. Да, уверен. Просто есть такие люди, поверь, которые просто не хотят давать там те же пять тысяч драм, чтобы кто-то вот эту мебель выкинул в мусорку. Мы приходили за одной такой мебелью и прямо в лицо сказали этому человеку, что вы хотите, чтобы мы вот это отвезли для беженцев. Спасибо большое, но не надо. Такие тоже люди есть. А были люди, которые отдавали действительно там полноценный холодильник, который они продавали на лист АЭМ, такой армянский сайт. То есть они продавали его, но в итоге, когда увидели, что есть люди, которым нужен холодильник, они взяли просто бесплатно подарили. Вот, поэтому, если у вас есть то, что пылится... Да, кому-то это может пригодиться. Ага, есть у меня, да. И вы пошли посмотрели, то есть обратитесь, пожалуйста, ко мне и по возможности мы будем это забирать. Вот контакты все оставишь, да. Да, у жителей Еревана будем это забирать. Если для вас нужен видеоотчет, мы отвезли для одной семьи, только в Арцах везем. Отвезли для одной семьи, видеоотчет сняли, отправляем лично вам. Это публично нигде не выкладывается. У меня вот такая вот позиция, ничего публично не делать. Поэтому как-то так вот. С нашими ребятами очень много достойных ребят. Русские женщины, как ни странно, вот мои зрительницы очень активно помогают. И чтобы у тебя была... Зрительница, фамилию не буду говорить, ее зовут Наталья, у нее даже муж не армянин. Она отправила за все время порядка 150 тысяч русских рублей. А у меня были такие знакомые армяне, которые живут в Ставрополе, которые даже и одного рубля не дали. Такие тоже люди есть. Но на таких людей я не хочу акцентировать, потому что достойных армян, которые трудятся до сих пор и вкладывают душу, очень много. Я думаю, благодаря таким людям только Армения и живет, собственно, как и всегда. Аруден, скажи вот такой вопрос тебе. Ты вырос в Ставрополе. Да. Там же и родился. Нет, я родился в Степанакерте. До пяти лет прожил в Мартуни и в Гадруйском районе, в селе Аракел. Потом ты брали с Авропыль. И когда ты вернулся в Арцах? Мне было 21 год. 21 год. Собственно, смотря твои видеосюжеты из антитопора, у меня проснулось армянство. И ты знаешь, если вопрос мне задать, где я был в апреле 2016 года, я ничего не делал. Абсолютно. То есть мне было просто наплевать на Армению и на Арцах. То есть я услышал, что где-то там война идет, я что родился вот где-то там в Арцахе. Чуть-чуть я вбил информацию, чтобы маме передать, потому что она интересовалась. И все. И как бы вообще было наплевать. Я был бесполезен с точки зрения как армянина. Я был абсолютно бесполезен. Просто фамилия заканчивалась на яд. Сейчас же абсолютно все изменилось. И я считаю, что информационно нам нужно очень серьезно дальше продолжать работать. Создавать внутри армянских блогеров больше армянских блогеров. И все больше армян будет просыпаться. Потому что от того, что там многие ничего не делают, это ничего не значит. Нужно будить их своим примером. Нужно рассказывать об этом. Я тоже пару лет назад был действительно не армянином. Мне было абсолютно плевать. Сейчас я выполняю достаточно хороший объем работы в разных направлениях. Там и там, и там, и там. Много направлений. Поэтому нам нужно просто работать в этом направлении. Делать интересные программы. Делать остросюжетные программы. Армянских блогеров все больше. И тогда все больше армян будет просыпаться. И в них будет будиться армянство. Собственно, как у меня разбудилось. Когда смотрел твои сюжеты. Не было бы, допустим, антитопора. Я не знаю. Возможно, армянство у меня разбудилось бы. Но, опять же, не знаю. Может быть, нет. Восемь лет уже антитопору будет в этом году. Я, можно сказать, на глазах у всех старею. Уже восемь лет я это делаю на людях. Обычно люди где-то там дома стареют. А я вот на людях старею. Ты знаешь, что вообще камера – это уникальная вещь. Потому что я, допустим, не знаю своего прапрадедушку. Ну, фотографий нет. Мои прапрапраправнуки, они смогут видеть меня, начиная с маленького возраста, заканчивая дедушкой. И мои мысли, которые я передавал людям. Поэтому это очень интересно. Это очень необычно. Вот если так смотреть. Камера – это очень сильное оружие. Вот эту камеру, к сожалению, многие недооценивают. Насколько это сильное сейчас оружие нужно использовать. Во время войны она тоже не использовалась. Я не могу сказать, что я делал с блогером Хайком Увакимяна. Но это очень серьезная работа информационная в том числе. Ну, даже намеку не хочу говорить. Но жаль, что в этом направлении правительство Армении тоже не работало. Потому что если бы она работала, результат мог бы быть иным. Но мы в этом направлении будем активно работать. Потому что это была очень серьезная пощечина. Я считаю, что если люди опустили руки после того, что произошло, то перестаньте вот этим синдромом болеть. Нужно продолжать сейчас работать. Лично я вообще никак руки не складываю. У меня масштабные, безумные проекты. Я вижу, что через 5-6 лет в Арцахе будут выходить необычные программы, которые будут смотреть миллионы людей. Которые миллионы людей будут симпатизировать Арцаху. Миллионы людей. Вот почему сейчас многие русские зрители помогают беженцам финансово, тех людей, которых я знаю, которые участвуют. Почему русская женщина должна отправить 150 тысяч рублей за 3 месяца? Она обычный медработник. Она не бизнес-вуман. Женщина копила на что-то для себя. Целый год это ее зарплата. А тут берет и отдает это. Хорошо, Арутюн, но у тебя скоро выходит проект с твоими домиками. Там многосерийное, что-то интересное ты снял. О чем это будет и где это можно будет посмотреть? Есть такой канал Арутюна Копьяна из Арцаха. Он раньше назывался Став Пранкс. Я там снимал социальные эксперименты. Сейчас полностью контент абсолютно поменялся. Но полтора года там на канале ничего не выходило. То есть там будут выходить... У меня сейчас снятые на армянском русском языке. В ближайшем месте я буду заниматься только в направлении Арцаха. Но серии сняты. Они сняты очень хорошо. То есть как я начинаю строить домик. Вот красивый домик, но я показываю с самого нуля. Что я делаю? Глину смешиваю, с чем я делаю. То есть как это выглядит. И человек, если посчитает нужно, может научиться через эти видео делать такие же домики. То есть я запускаю сейчас этот проект. 11 серий. Они у меня уже сняты, смонтированы. Поэтому на канале Арутюна Копиан из Арцаха все эти серии можно посмотреть, которые снимались до войны. И еще даже в 2019 году. То есть представь себе, 8 месяцев своей жизни я отдал лесу. Я в лесах строил эти домики. И в ближайшие полтора года я тоже хочу отдать свою жизнь именно по строению вот этого бушкрафта лагеря, в котором смогут отдыхать местные жители и которые смогут смотреть миллионы зрителей. Я вот предполагаю, и надеюсь, что это будут миллионы зрителей, а не сотни тысяч. И возможно будет реализовать множество других интересных программ в Арцахе. Несмотря ни на что. Как бы многие не воспринимали, кто-то может считать, что Арцах потерян. Я считаю, что нужно продолжать работать в этом направлении. Продолжать это делать агрессивно. Я готов грызть и грызу землю, чтобы добиться этого результата. Поэтому в этом направлении работает много людей. Продолжать нужно работать еще более агрессивно. И бросать это дело нельзя. Причем, глядя на эти снимки, которые вот ты сейчас показываешь, ты буквально грызешь землю и делаешь эти домики. Такие есть. Там количество комаров, количество клещей, которые меня искусали, количество шакалов и волков, которые приходили в эти... Подружился наверняка. Да. Да. И зайцы приходили в лагерь. И змеи иногда. Вот. Интересно. Я и ежика успел попробовать уже покушать. Черепаши супер. Подружил или ты их ел? Ну, с некоторыми дружил. Одного вот поел. Кого побоялся, с тем подружился. Ты знаешь, какое мясо вкусное ежика? Никогда не пробовал? Я пробовал. Пробовал. Но из моих путешествий как я не могу ежать? Я столько перепробовал всякого. Да, да. Ты же по азиатским странам ездил. Наверное, тебя ничем не удивить. Да. Нет. Есть определенные животные, которых я никогда не попробую, не стану... Да. Например, собак. Я слишком люблю собак, чтобы их пробовать. Для меня равносильно это, ну, каннибализмом занимается. Ну, одних мы любим, других едим. Такие вот мы люди. Так и есть. С одним дружим, с другими воюем. Да, так и тоже. Спасибо тебе большое за нашу встречу. Я думаю, обязательно и мои тоже зрители перейдут, подпишутся на твой канал, будут следить за твоим творчеством. Тем более у тебя довольно-таки интересное будущее на твоем канале. Я желаю тебе успеха. Наступил год БК. Ну что ж, давай возьмем БК за рога и будем идти вперед. Будем действовать агрессивно, другого варианта у нас нет. Со своей стороны предлагаю третий выпуск календаря вокруг света армянского 2021. И этот выпуск посвятить Арцаху. Выручка от продажи станет моим собственным вкладом в будущее моей с вами нации. Если вы хотите в очередной раз заказать этот календарь, то вам нужно нажать на вот эту стрелочку, которая находится под этим самым видео, под экраном, и там высветится ссылка, на которую вы пройдете, и там будут все эти условия. Заполните анкету, приложите чек, и будет вам этот календарь. Хотел обратить ваше внимание, что календарь не будет отправляться только в две страны. Это Папуа, Новая Гвинея и Швеция. Причины собственные. Немало пуда соли съел на этих двух странах, поэтому отправляться туда не будет. Во все остальные страны пожалуйста всем отправим как в предыдущие разы. Надеюсь он будет украшать и радовать вашу семью и ваших друзей, для кого вы приобретете весь круглый год. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok